Хе-хей! Привет, ребята! 29 января в России отмечают День Первооткрывателя. В этот день, в 1820 году, российские мореплаватели под командованием капитанов Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли новый континент — Антарктиду. Наша страна всегда славилась своими путешественниками и исследователями Земли. Купец Афанасий Никитин стал первым русским путешественником, которому удалось посетить Индию. Вернувшись, он написал книгу «Хождение за три моря», которая стала первым в европейской литературе описанием Индии. Казачий атаман Ермак Тимофеевич начал присоединение Сибири к России. В ходе экспедиции под руководством русских путешественников Витуса Беринга и Алексея Чирикова были составлены карты Камчатки, Чукотки, открыты Алиутские острова и пролив. Это доказало, что континент Северная Америка и Евразия не соединяются. И это лишь малая часть землепроходцев и исследователей, которые внесли неоценимый вклад в изучение территории России. Московские школьники и студенты колледжей тоже могут почувствовать себя путешественниками и принять участие в Большой Арктической экспедиции. Каждый год после строгого отбора 14 ребят отправляются на самую северную точку Евразийского континента – мыс Челюскин. Участники экспедиции делятся на два отряда – научный и спортивный. Спортивный отряд совершает лыжный переход по побережью полуострова Таймыр к мысу Челюскин. Научный отряд вместе с учеными-полярниками работает на Объединенной гидрометеорологической станции. Арктическую экспедицию возглавляет Матвей Шпаро – полярный исследователь и профессиональный путешественник. Его отец тоже знаменитый путешественник Дмитрий Шпаро. Он вместе со своей экспедицией в 1979 году первый в мире дошел до Северного полюса на лыжах. Друзья, на Земле еще очень много чудес. Если вы мечтаете стать путешественниками и первооткрывателями, учитесь хорошо и добивайтесь своей цели. Больше информации на портале «Школа Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова